так ну что доброе утро давайте начнем сегодняшнюю лекцию в рамках спецкурса оптика квантовых низкоразмерных структур у нас сегодня 5 по счету лекция посвящена она будет опять квантовым точкам как прошлый раз такая обширная тема мы еще одну лекцию тоже посвятим квантовым точкам значит начать хотелось с некого повторения как обычно повторение неких комментариев вот по поводу следующей лекции частности если помните мы начали с примера когда рассчитывали длину волны излучения лазер на квантовой яме кто присутствовал вот посчитали некое значение 855 нанометров у нас получилось для заданной толщины арсенита галли а вот такой вам наводящий вопрос то что мы оценили длину длина волны она будет в точности равна реальной длине волны излучения лазера если мы его сделаем на себе играли такой толщины квантовые яме арсенида галли больше или меньше вот как вы думаете то есть насколько точна эта оценка или даже не насколько точно она дает точное значение или завышает или занижает ваше предположение так вот из общих соображений из того как мы делали эту оценку в принципе это можно какие-то выводы уже сделать на основании так больше почему энергия будет на самом деле меньше значит длина волны будет больше но действительно действительно это так в реальности то есть реальность немножко сложнее чем прощенная модель ну и самое простое объяснение мы брали бесконечные стенки наши потенциальные ямы который описывает вот этот слой яма на бесконечные барьеры высоту бесконечную высоту барьеров реальности она не бесконечна если в реальности высота барьеров меньше чем бесконечна соответственно мы получим энергию чуть чуть меньше действительно будет длина волны будет реально больше так хорошо давайте то сегодня начнем тоже с некой такой несложной задачи на доске у нас есть две квантовые точки раз мы перешли квантовым точкам задача одна кубическая другая сферическая и надо оценить отношение энергии основного состояния при условии что объем этих квантовых точек одинаково будем считать основное состояние электронов для определенности вот прошлый раз я вам показывал на одном слайде достаточно так общую формулу для энергии для сферической потенциальной ямы да здесь я выписывал уже конкретно для основного состояния константа просто равна единице который входит в эту формулу там корень функции бесселя в данном случае для основного состояния с основным квантовым числом единицы орбитальным квантовым числом 0 константа просто равна единице и формула на самом деле очень похожа на то что у нас обычно для выписывали для квантовых ям но наверное с единственным отличием что здесь стоит радиус сферы вот и коэффициент который для основного состояния равна единице дальше он будет для последующего возбужденных состояний он будет неким не целым числом но тем не менее в основном форму очень похожи то есть пропорциональность то же самое обратно пропорционально квадрату характерного размера но для скажем кубической квантовой ямы это будет сторона куба а здесь будет для сферической это будет радиус пять минут мне кажется есть достаточно чтобы сделать оценки то есть одна формула у вас есть вторую можете посмотреть из предыдущих лекций для кубической квантовой ямы приравнять их объемы и посмотреть какая энергия самого состояния больше для кубической или для сферической квантовой точки задача больше на повторения вспомнить энергию уровней в кубической панциальной яме как выражается энергия состояние в кубической панциальной яме на самом деле очень похоже на одномерный случай мы с вами его выписывали с него мы начинали да значит для одномерного случая такая форма у нас была ну или иногда мы еще переписывали через просто постоянную планка в таком виде можно записать до равнозначные записи чем будет отличаться трехмерный случай все правильно значит для трехмерного случая и мы находили с вами вырождение уровней для трехмерной потенциальной ямы кубической здесь будет сумма квадрата то есть если для одномерной у нас основное состояние будет соответствовать n равному единице то для трехмерной основное состояние будет соответствовать n квадрат равна единице а здесь будет n квадрат равное 3 вот это единственное отличие трехмерного случая от одномерного ну и все собственно зная этот коэффициент 3 да в данном случае коэффициент будет единица вот понятно что все константы постоянная планка пи и удвоенная масса у нас сократятся и в ответе будет только вот эта вот эта тройка для отношения и отношения квадратов l для кубической потенциальной ямы или а мы обозначали и радиуса для сферической так ну и что у нас получается е1 ну давайте найдем кубическое по отношению к сферической кубическое по отношению к сферической значит будет тройка будет тройка r0 на начали с l давайте продолжать с l r0 делить на l в квадрате так и вы нашли уже чему равно это соотношение r0 3 делить на 4 пи в степени одной трети да еще в квадрате значит будет две трети так ну и чему это равно собственно вот решение да r0 вот здесь у меня а размер характерный для кубической ямы но это не принципиально так и у меня получилось 1.15 например вот такое соотношение проверяйте правильно 1.15 то есть на самом деле и одна и другая модель дают достаточно близкий результат в прошлый раз как раз рассматривали разные типы квантовых точек и говорили что сферическая модель она должна быть как-то ближе к реальным объектам к реальным квантовым точкам ну вот на самом деле если приравнять объемы то можно использовать вполне и кубическую модель модель кубической квантовые так хорошо значит что основное вы запомнили с прошлой лекции по квантовым точкам такой был тезис квантовые точки искусственные атомы вот это основной тезис прошлой лекции что он означает переход к дискретному спектру ну вот дискретный спектр для атомов изначально в твердом теле за счет взаимодействия между соседними атомами значит уровни превращаются в зоны сдвигаются по энергии и превращаются в зоны а в квантовых точках происходит как-то обратный процесс за счет квантово размерного эффекта зоны опять вырождаются в уровне индивидуальные уровни в квантовых точках именно это действительно дискретные уровни в отличие от квантовых ям где это подзона размерного квантования поскольку есть свобода движения в двух направлениях и ограничение только в одной в квантовых точках ограничения во всех направлениях поэтому уровень действительно будет дискретный уровне энергии и функция плотности состояния она представляется в виде таких отдельных узких дельта пиков так хорошо давайте двигаться дальше тогда сегодня мы будем достаточно много говорить про люминесценцию вот поэтому начну я пожалуй с нескольких определений касающихся именно люминесценции но то что мы с вами в принципе уже в прошлый раз обсуждали еще раз напомню за счет изменения размера квантовых точек в данном случае в качестве примера сульсфит-сенеца квантовой точки можно сдвигать полосу люминесценции вот и или на данном графике представлена одновременно и люминесценция пунктирными линиями и сплошными это кривые поглощения соответственно край поглощения тоже сдвигается с уменьшением размера сдвиг происходит в более высокоэнергетичную область высокоэнергетичная область соответствует меньше длине валу вот все это с вами уже проходили на что хочется обратить внимание хочется обратить внимание вот на на разницу положений максимум люминесценции и поглощения может быть я уже сталкиваюсь что это за явление характерно только для квантовых точек или это некая общая закономерность это так называемый стоксов сдвиг стоксов сдвиг вот на этом графике это еще более заметно на этот сдвиг больше кривых но в каждой паре кривых поглощения люминесценции всегда присутствует вот такой вот такая разница причем поглощение по длине волны находится в более коротковолновой области максимум поглощения чем максимум люминесценции вот и это на самом деле такая закономерность она характерна для в принципе для всех систем не только для квантовых точек то есть это наблюдается и для молекул для изучения молекул красителей и так далее значит на следующем слайде мы подробнее об этом поговорим значит что еще интересно вот мы с вами приводим формулы в прошлый раз мы по похожей формуле оценивали длину волны вот вопрос насколько она описывает хорошо сдвиг поглощения скажем или люминесценции вот оказывается что не всегда идеально соответствует если мы построим энергию запрещенной зоны будем оценивать из длинной волны люминесценции и построим эту зависимость от размера квантовых точек то оказывается что зависимость не такая сильная вот штриховые линии здесь это зависимость посчитанная по упрощенной теоретической формуле ну на самом деле вот в реальности рост энергии запрещенной зоны происходит не так сильно то есть все таки не обратно пропорционально квадрату а с более такой слабой зависимостью вот поэтому опять же надо учитывать некие ограниченности моделей или какие-то дополнительные эффекты про которые мы сегодня еще поговорим итак стоксов сдвиг здесь еще показано для молекулярного поглощения и молекулярной флуоресценции присутствуют возможно дополнительные пики наблюдается зачастую зеркальная симметрия с чем это связано простыми словами это некая потеря энергии в веществе то есть мы возбуждаем квантовую точку молекулу неважно мы возбуждаем каким-то квантом падающего света и дальше часть энергии необратимым образом уходит либо на возбуждение каких-то колебательных уровней либо в тепло вот происходит такая вот термализация так называемая термализация горячих носителей то есть возбужденные электронные дырки стремятся сначала к некому минимуму энергии и потом уже из этих минимальных положений происходит спускание света с энергией уже меньше чем была поглощена поэтому максимум поглощения он всегда будет сдвинут в сторону меньшей длины длину по отношению к люминесценции ну или люминесценция наоборот в сторону больше длину то есть токсов сдвиг это сдвиг в сторону на самом деле уменьшения энергии вот это характерно для в принципе для всех актов испускания и поглощения но за редким исключением так вот еще одна диаграмма которая показывает как раз вот эту симметрию поглощения и испускания вот и наличие некого общего пика соответствующего переходу между основными состояниями вот мы представим нашу квантовую точку например с несколькими возможными состояниями для электронов и для дырок вот и переход между основными состояниями даст нам и в поглощении и в излучении даст нам фиксированную какую длину волны она будет совпадать значит все возможные переходы для поглощения они будут происходить на состояние с большей энергией поэтому поглощение будет спектр поглощения будет располагаться в зоне больших энергий значит испускание происходит с основного возбужденного уровня на всевозможные уровни основного состояния соответственно спектр испускания будет располагаться наоборот в зоне меньших энергий значит вот еще такое наглядное объяснение того что максимумы поглощения и спускания они друг от друга сдвинуты в испускание в сторону меньших энергий значит что нам еще сегодня с вами понадобится еще понадобится понятие экситонов мы уже с вами сталкивались когда рассматривали квантовые ямы и появлялись в спектрах поглощения так называемые экситонные пики да вот ну экситоны само понятие экситона было было введено нашим соотечественником Яковом Ильичем Френкелем в 1931 году вот и началось это с рассмотрения такого связанного состояния электрона и вакантного вакантной позиции а именно дырки да вот в полупроводниках соответственно необходимо было объяснить почему полупроводники могут поглощать свет с энергией меньше запрещенной зоны вот для этого объяснения как раз появилось было введено понятие экситона экситоны вот такие вот локализованные как здесь нарисованы то есть электрон находится вблизи того атома значит которому он принадлежит и этот экситон называется экситон малого радиуса их радиус соответственно меньше постоянной решетки меньше или сравниваться постоянной решетки вот нас в основном будет интересовать экситоны большого радиуса они носят название экситона Ванье Мота и как здесь изображено радиус такого экситона уже может быть может составлять несколько постоянных решетки вот все равно это остается неким связанным состоянием То есть, экситон, это именно связанное состояние электрона и дырки. И это связанное состояние может перемещаться как единое целое по полупроводнику. Что даёт нам введение таких квазичастиц, как экситоны? По сути, если посмотреть, это похоже на атом водорода. Есть положительное ядро и электрон. И на самом деле спектр экситона, энергетический уровень экситона, это некая водородоподобная серия. Последний слагаемый как раз и описывается. Первые два слагаемых, это учёт того, что мы энергию отсчитываем от потолковалентной зоны, поэтому появляется слагаемая равная ширине этой запрещённой зоны. Это кинетическая энергия экситона, которая в пределе может быть равна нулю. А, соответственно, добавка отрицательная, если помните, для атома водорода точно так же выглядит энергетический спектр. Отрицательная добавка даёт нам уровни как раз в запрещённой зоне. И вот эти уровни в запрещённой зоне, они, собственно, и описывают поглощение полупроводниками цвета с энергией меньше запрещённой зоны. И, соответственно, в спектрах поглощения как раз будут появляться пики. Если помните, мы рассматривали спектры со ступеньками для квантовых ям. И отдельные пики как раз на границе этих ступенек. То есть, каждая ступенька соответствовала новому уровню, но чуть ниже этого уровня были экситонные максимумы, соответствующие этим уровням. Так, хорошо, значит, вот про экситоны, немножко про экситоны поговорили. Соответственно, зачастую так и вводят механизм люминесценции для квантовых точек как экситонный механизм. То есть, на самом деле, переход осуществляется не с первого возбуждённого уровня, то есть не с минимального уровня в зоне проводимости, а энергия чуть-чуть ниже на энергию связи экситона. Но, тем не менее, она сопоставима с эффективной запрещённой зоной, как здесь нарисовано. Вот, штриховые линии означают запрещённую зону объёмного полупородника, квантовая точка имеет эффективную запрещённую зону больше, и энергия перехода, она чуть-чуть ниже, чем это значение. А в противоположности этому существует механизм так называемой ловушечной люминесценции, о нём мы тоже поподробнее чуть позже поговорим, который как раз показывает, что не всегда энергия перехода соответствует энергии запрещённой. Если у нас есть какое-то состояние, которое способно захватить, скажем, электрон из зоны проводимости, вот этот переход такой беззлучательный показан здесь, вот этой вертикальной стрелочкой, то последующая рекомбинация с дыркой даст нам энергию кванта значительно меньше, чем ширина запрещённой зоны. И вот, в частности, это один из механизмов, который объясняет, почему, если мы начнём строить зависимость максимума пика люминесценции от размера, мы не получим ожидаемую кривую единицу на квадрат размера. Так, хорошо, значит, ещё некая интересная особенность, которая наблюдается исключительно в квантовых точках, так называемая мерцающая люминесценция. Чем интересны квантовые точки? И почему именно в них наблюдается такая вот... То есть мерцающая люминесценция сводится к чему? Если мы будем постоянно возбуждать, то есть постоянно освещать квантовую точку, то испускать свет она почему-то будет не всегда, а будет иногда переходить в такие вот тёмные состояния, выключенные состояния. То есть здесь вот практически количество отсчётов, что на эти графики, что на эти графики, да? И периодически, несмотря на то, что мы постоянно освещаем, то есть постоянно есть поток падающих квантов возбуждающих, а квантовая точка почему-то перестаёт на них реагировать и не светится. Ну вот если это наблюдать в реальном времени, то действительно получается, как будто они мерцают. То есть мы освещаем, наблюдаем за какими-то массивами квантовых точек и видим, что некоторые квантовые точки в какой-то момент перестают светиться, то есть выключаются из этого процесса люминесценции, а потом возвращаются опять в состояние активное и опять начинают светиться, то есть так вот мерцают. Вот. Значит, чем объясняется это явление? Объясняется тем, что квантовая точка в фиксированный момент времени может излучать только один квант, то есть она поглотила квант возбуждающий, родилась электрон-дырочная пара. Если действительно в квантовой точке только одна электрон-дырочная пара, возможен процесс испускания света, как здесь вот нарисовано на первой схеме, при рекомбинации электронной дырки. Это не всегда на самом деле так, иногда рекомбинация приходит безозлучательной, но тем не менее. Значит, с какой-то вероятностью квант будет испущен. Но это не единственная возможная ситуация. То есть возможны ситуации, когда в одной квантовой точке рождается больше, чем одна электрон-дырочная пара. И здесь уже возможны варианты. Здесь уже возможны варианты. Рожденные две электрон-дырочные пары, вот как нарисовано здесь, они уже начинают взаимодействовать друг с другом. Взаимодействуют друг с другом, и здесь возможны такие процессы, здесь они названы ионизация, когда один из носителей электрона или дырка он начинает получать дополнительную энергию. Вот здесь рекомбинация одного электрона и одной дырки показана вот этой стрелочкой, а вторая стрелочка означает, что энергия ушла не на испускание кванта света, а передалась одному из электронов, который туннелировал и был захвачен на какое-то состояние, скажем, на границе квантовой точки. Вот те самые ловушки. Это один из возможных механизмов. Второй механизм, что такая уже рекомбинация, трехчастичный процесс, когда рекомбинация электронной дырки дает энергию еще одной дырки или еще одному электрону, который переходит на более высоковозбужденное состояние. И то, и то не приводит к испусканию света. Нам нужно опять, чтобы электрон или дырка вернулись на свои основные состояния, откуда они могут рекомбинировать друг к другу и их испустить в свет. Вот такая вот особенность для квантовых точек. С одной стороны, это приводит к такому мерцанию, с другой стороны, это позволяет использовать их как однофотонные источники, то, что они могут испускать только один фотон. Вот, то зачастую квантовые точки используют как инфотонные источники. Кстати, в прошлый раз мы обсуждали с вами применение квантовых точек в экранах и в телевизорах. Я посмотрел, обновил информацию с момента, когда готовились первые слайды. Появилось уже больше моделей. Сейчас вначале я только Samsung выпускал, сейчас выпускают еще и другие производители, например, Sony. Я нашел тоже информацию. А Samsung уже продвинулся немножко вперед и выпускает новую же линейку телевизоров на квантовых точках. То есть у них сейчас есть QLED и Neo-QLED. QLED-телевизоры, так они их назвали. Что интересно, если помните, мы разбирали принцип действия телевизоров на квантовых точках. И та технология, которая использовалась в QLED-телевизорах, она подразумевала, что мы заменяем слой люминофора слоем с квантовыми точками. Все остальное остается как есть. С одной стороны, эта технология не очень эффективная. То есть мы все равно возбуждаем, в каждом пикселе возбуждаются все квантовые точки, ответственные и за красные, и за синие, и за зеленые цвета. Они имеют разный размер, но тем не менее. Но она более простая и более дешевая. То есть альтернативная технология, видимо, не получила распространения, когда в каждом пикселе квантовые точки могут возбуждаться по отдельности. Из того, что я увидел, все-таки нет. К этому еще не перешли. А в неокуледах они только изменили размер светодиодов подсветки. То есть их стало больше, они стали сами по себе меньше, и их стало больше. Но тем не менее, они существенно больше, чем размер квантовых точек. Все-таки остались. Мини-кулет они называются. Так, хорошо. Это вот к вопросу о люминесценции квантовых точек. И по механизму верцания еще один слайд с объяснением. В принципе, похожие картиночки. Квантовая точка в активном состоянии, в состоянии включенном, просто рождается электронно-дречная пара, рекомбинируется с пустанием фотона. Переход в выключенное состояние связан здесь именно с ловушками. На предыдущем слайде это было для электронов, здесь ловушка показана для дырок, но суть этого не меняет. То есть, если один из носителей исчезает каким-то образом, то электроны просто не с чем рекомбинировать, и неоткуда взяться кванту свет. Соответственно, для перехода в опять активное состояние требуется, чтобы был один электрон или одна дырка. Два электрона и одна дырка, опять же, с большей вероятностью произойдет АЖ-рекомбинация, то есть трехчастичный процесс, когда энергия двух частиц передается в следующий, и она переходит в более высокоэнергетичное состояние. Квант света при этом не испускается. Вот, давайте на этом сделаем большой перерыв и перейдем к кремниевым квантовым точкам после этого. Значит, следующая часть лекции у нас будет освещена кремниевым квантовым точкам. Такая достаточно тоже обширная тема, много написано, больших книг. Вот одну из них я принес прямо сюда, показать вам, насколько она объемная. Это вот этот нано-кремний. Есть иностранная литература тоже на эту тему. И, в принципе, интерес к именно кремнию достаточно понятен и объясним. Кремний, как долгое время был и до сих пор является основным материалом. Микроэлектроники. Соответственно, технология кремниев, технология достаточно хорошо уже развита. и хочется как-то применить новые свойства именно квантовых точек или в целом низкоразмерных структур в микроэлектронике. Для этого, соответственно, подвелось достаточно много исследований кремния. Сейчас мы о них более подробно поговорим. Вот это, кстати, книга нано-кремний. Ее можно спокойно посмотреть в интернете, почитать. Она была создана при поддержке РФИ. и выложена в свободном брусе. Достаточно такой вот хороший обзор. Еще раз, почему кремний? Если вспомним, кремний является непрямозонным полупроводником. Структура зон показана здесь слева. И мы с вами рассуждали, что непрямозонные полупроводники эффективность люминесценции, эффективность поглощения у них ниже должна быть в силу того, что переход требует закон сохранения импульса, в данном случае требует каких-то дополнительных квазичастиц, привлечения, в основном, это фаноны для того, чтобы осуществлялось поглощение или осуществлялась люминесценция. И это хорошо видно, например, на сравнении коэффициента поглощения кремния непрямозонного и прямозонного арсенида галя. Несмотря на то, что кремний имеет меньшую ширину запрещенной зоны, это мы видим, потому что начало, край поглощения по энергии находится ниже, выходит эта кривая на уровень значительно меньше, для арсенида галя, у которого запрещенная зона больше, которому требуется энергия фотонов больше для поглощения. И, с другой стороны, и край поглощения он тоже более резкий для прямозонных полупроводников. А здесь он более затянутый как раз за счет того, что включаются фаноны и поглощение происходит с их участием. Это верно как и для поглощения, так и для испускания кванта света. И на самом деле кремний долгое время вообще считался неперспективным материалом с точки зрения оптоэлектроники. То есть для объемный кремний не светится при комнатной температуре, можно наблюдать свечение только при низких температурах, поэтому все попытки как-то сделать какой-то излучающий материал, излучающие устройства на основе этого материала, но они были достаточно безуспешны. Ну вот здесь на выручку на самом деле приходят именно квантово-размерные эффекты. Давайте посмотрим более подробно. Во-первых, если посчитать методом, скажем, эффективной массы, как мы с вами это делали, ширину запрещенной зоны для двумерного, одномерного или нольмерного кремния, мы видим, что квантово-размерный эффект, то есть увеличение ширины запрещенной зоны наиболее ярко выражено как раз для квантовых точек, нольмерных объектов. И все это начинается с размеров где-то меньше 10 нанометров. На самом деле для механизмов экситонной люминесценции существует еще один такой характерный параметр, так называемый Боровский радиус экситона. Если помните, когда мы рассматривали квантовые ямы, мы начинали с того, собственно, что является критерием, что система является низкоразмерной, какой характерный размер является ключевым. И этот размер была длинноволная деброли. Для экситонных всяких явлений здесь второй такой характерный размер это Боровский радиус экситона, который составляет обычно единицы максимум десятки нанометров, для кремния в частности это около 5 нанометров. То есть основные квантовые эффекты в кремнии кванторазмерные будут наблюдаться для квантовых точек с размерами порядка 5 нанометров или меньше. Соответственно, здесь показано, как меняется ширина запрещенной зоны для кремния и сплошная кривая квантово-механический расчет. Для данной группы экспериментов зависимость действительно достаточно резкая и близка к обратной зависимости единицы на r квадрат. Такой эффект мы уже один раз затрагивали. Переход от непрямозонного материала к почти прямозонному или квази. Кремниевые кванточки называют квази-прямозонным материалом. За счет неопределенности импульса, за счет перекрытия волновых функций, здесь это показано в виде смещения минимума зоны проводимости по направлению к минимуму валентной зоны пространства импульсов. Кремний остается непрямозонным материалом, это видно на эксперименте, но разница в квази-импульсах уже становится меньше, соответственно, более вероятным становится процесс поглощения и спускания. И это как раз объясняет то, что кремний в виде квантовых точек или квантовых нитей становится интересен с точки зрения электроники, то есть он становится излучающим материалом, причем не просто излучающим, а излучающим при комнатной температуре. На данном слайде мы видим энергетический спектр кремниевых квантовых точек, такой достаточно тонкий точный квантовый механический расчет, он показывает как с уменьшением размера, в данном случае от 5 до чуть больше 1 нанометра, как структура зон из сплошной преобразуется в дискретную, по крайней мере, первые возбужденные уровни для электронов и для дырок становятся явно дискретными, явно выраженными дискретными. И если мы посмотрим разницу между основным состоянием для электронов и основным состоянием для дырок и отложим это, то разница между этими двумя кривиями показывает, как меняется эффективность ширина запрещенной зоны. Это расчет и этот расчет показывает, что запрещенная зона должна 2,5 нанометра если мы возьмем нанокристаллы быть больше 2 электрон вольт. 2,5 на метр это где-то вот здесь. Здесь будет явно больше 2 электрон вольт разницы между состоянием электронов и дырок. Ну вот на самом деле это да какой вопрос? Почему дискретизация разная у электронов и у дырок? Ну тут если помните разные эффективные массы электронов и дырок разные эффективные массы у дырок если опять же вспомнить сезонную диаграмму существует несколько ветвей которые накладываются друг с другом и да и как бы наблюдается некое вырождение даже вот то есть для электронов следующий уровень может значительно быть больше по энергии и не пересекаться а для дырок за счет нескольких ветвей дисперсионной зависимости происходит не такое быстрое не такое явное формирование таких изолированных вот то есть что даже одна дырка может давать несколько линий одна дырка давать несколько линий что имеется ввиду дисперсионной линии их несколько они пересекаются и накладываются друг с другом то есть происходит некое вырождение уровня такое быстрое формирование изолированных уровней здесь для дырка если помните у нас был пример на квантовую яму вот как раз то что мы в прошлый раз с вами с чего начали и там добавка для электронов она была значительно больше по энергии чем добавка для дырок если вы откроете прошлый пример они различались примерно на порядок а что это означает это означает что уровень для электронов уже значительно превысил значение величину дна зоны проводимости а уровень для дырок только чуть-чуть сдвинулся и небольшой сдвиг он практически и не виден здесь поэтому и в частности это объясняется именно разностью эффективных масс разница в эффективных масс дает такой вот эффект вот значит что интересно что интересно все-таки вот расчет дает одно значение эксперимент не всегда ему соответствует иногда соответствует иногда не соответствует и на самом деле это был достаточно такой долгое время нерешенный вопрос то есть почему в каких-то случаях в каких-то случаях экспериментальные точки хорошо ложатся на расчетную кривую а в каких-то случаях сейчас я покажу следующий слайд в данном случае квантовые точки кремния в окружении CO2 они не дают вот то значение если мы смотрим на максимум люминесценции он не выходит за пределы где-то 1,6 1,8 электронов вольт хотя мы должны наблюдать переход с энергии как минимум 2 электронов вольт на самом деле даже больше и этот вопрос долгое время активно обсуждался в литературе были разные теории предположения эксперименты и объяснение в конце концов было сформулировано достаточно такое изящное вот мы видим на этом слайде опять в центре график с расчетом значит кривая вот эта вот верхняя соответствующая сплошным точкам она соответствует как раз случаю свободных окситонов ну и то что наблюдалось на первом эксперименте достаточно такая сильная зависимость от размеров нижняя кривая которая проходит в области вот этих вот незакрашенных точек она соответствует захвату захвату экситонов на какие-то поверхности состояния состояния на границе раздела на кристалл и окружающие матрицы так вот оказывается что именно в структуре CO2 такие состояния существуют то есть если крем окружен диоксидом кремния а это в принципе достаточно естественная ситуация диоксид кремния собственно оксид который образуется на поверхности кремния вот то в этой ситуации опять же начиная с какого-то размера нанокристаллов переход будет осуществляться между практически фиксированными уровнями то есть вот эти уровни на границе они фиксированы уровни в квантовой точке они будут зависеть от размера соответственно при каком при каких-то размерах когда уровни в квантовой точке находятся по энергии ниже чем эти поверхностные состояния переход будет осуществляться именно с уровней квантовой точки но как только размер станет настолько малым что квантово-размерные уровни превысит по энергии уровня на поверхности будет осуществляться эффективный захват и перестанет уже сдвигаться практически спектр люминесценции спектра поглощения вот это показано здесь в виде таких вот деления этой зависимости на три зоны то есть зона где нет разницы некая переходная зона и зона где уже существенная разница между механизмом с люминесценцией экситонным как мы в начале в первой полной лекции обсуждали и механизмом люминесценции через ловушечные вот такие состояния которые способны захватывать электронные дыльки то есть будут формироваться локализованные так называемые экситоны те самые экситоны Френкеля из которых началось понятие экситонов так значит вот такая вот система именно кремниев квантовых точек матрицы CO2 она достаточно естественная и долгое время была превалировала в исследованиях то есть пока не научились заменять создавать такие условия чтобы кремний не был окружен оксидом но это получилось не сразу здесь показано именно формирование опять же кремниев квантовых точек матрицы CO2 через сверхрешетку вот такой вариант тоже возможен помните сверхрешетки у нас были когда мы обсуждали одномерные квантовые ямы тонкие слои вот на самом деле можно формировать сверхрешетки и из квантовых точек тоже но вот это опять же делается по аналогии то есть выращиваются барьерные слои и активные слои активные слои после отжига в активных слоях могут образовываться при определенной температуре те самые нанокристаллы кремниевые и при достаточно тонких барьерных слоях они могут чувствовать друг друга взаимодействовать друг с другом происходит туннелирование то есть система будет являться сверхрешеткой напомните определение сверхрешетки чем сверхрешетка отличается от просто многослойной структуры мы сравнивали структуру с множественными квантами и структуру типа сверхрешетка они взаимодействуют и сверхрешетка это так называемая структура с вертикальным переносом заряда где на этом слайде это хорошо видно то есть перенос заряда между соседними квантами точками в соседних слоях не внутри слоя а между вот это как раз тот самый вертикальный перенос то самое взаимодействие и это дает дополнительные эффекты соответственно здесь показано как формируются при отжиге как могут формироваться кремниевые нанокристаллы начиная от отдельных каких-то единичных связей кремния с кремнием значит потом эти связи могут группироваться образовывать некие включения эти включения при достаточно больших размерах можно уже называть кластерами а если в этом кластере возникает упорядоченность то она хорошо видна на фотографиях просвечивающей электронный микроскоп в виде таких упорядоченных атомных плоскостей то это уже будет являться квантовыми точками или нанокристаллами часто кристаллические именно квантовые точки называют нанокристаллами нанокристаллами кремния на самом деле можно не только по фотографиям судить о формировании вот этих нанокристаллов можно судить еще и по спектрам люминесценции например здесь показано как то что кремний при маленьких температурах отжига кластеры которые формируются в слоях обогащенного кремнием оксида они не люминесцируют на той длине волны где мы ожидаем люминесценцию от кремниев квантовых точек и начинается эффективная люминесценция только при достаточно высоких температурах отжига с температур 900 можно уже фиксировать некие аморфные кластеры с температур отжига 1000 1100 уже появляются кристаллические и пик люминесценции достигает своего максимума в данном случае что еще интересно кремниевые квантовые точки такой объект очень богатый для изучения оказывается что для кремниевых квантовых точек можно добиться люминесценции с длинной волны меньше то есть длинной волны больше а энергии меньше чем энергия запрещенный звук в данном случае это можно добиться за счет легирования вот такая диаграмма показана здесь справа здесь показаны нелегированные квантовые точки исходные для них спектр будет лежать в области энергии выше чем энергия запрещенной зоны объемного кремния для ледированных либо донорными либо акцептор премесями в данном случае фосфор и бор или для легированных одновременно и фосфором и бором появляются основные уровни в запрещенной зоне таких квантовых точек появляется уровень запрещенной зоне появление уровней внутри запрещенной зоны как раз и будет означать, что мы будем наблюдать переходы с энергией меньше, чем энергия запрещенной зоны. Вот такой эффект тоже возможен. До этого мы с вами обсуждали экситонную люминесценцию, что именно понятие экситонов приводит к тому, что возможно поглощение с энергией меньше, чем ширина запрещенной зоны, или излучение с энергией меньше, чем ширина запрещенной зоны. Для обычных объемных полупорывников. Здесь эффект наблюдается для квантовых точек за счет лигирования. Относительно недавно такие работы появились. Хотя квантовые точки кремния известны уже более 30 лет. А здесь получается не просто весь спектр смещается, а они как-то в произвольном порядке? То есть у нас условно роза была вторая справа, а сейчас он пик. Ну, да, это не соответствует цвета. Я думаю, что цвета не соответствуют. То есть здесь есть некая упорядоченность по размерам. Размер уменьшается, энергия увеличивается. Кстати, даже для 9 нанометров, мы с вами говорили, что 5 нанометров радиус экситона, но даже для 9 нанометров все равно это нельзя считать объемным. кремнием, но это все-таки будет заметный квантово-размерный сдвиг. А здесь просто разная степень лигирования. И каким-то образом она подбирается так, что сдвигается спектр в сторону энергии меньше, чем шинная запрещенная зона. Но здесь надо смотреть уже детали. Вот нужно в этой статье посмотреть, какие именно были степени лигирования для той или иной кривой. Я думаю, что они не соответствуют вот этим. Так, с кремнием можно делать одиночные квантовые точки. Одиночные мы с вами уже рассматривали в прошлый раз, когда говорили о эпидексиальных квантовых точках на поверхности. Помните, основное свойство одиночных квантовых точек. Чем они отличаются от массива? То, что мы обычно наблюдаем, это эти широкие линии люминесценции, соответствуют массиву квантовых точек. А чем будет отличаться люминесценция или поглощение одиночных квантовых точек? Более узкий пик. Более узкий пик, действительно. Насколько он более узкий? Как вы думаете? В прошлый раз я показывал спектр, где было несколько узких пиков для квантовых точек на поверхности. Потому что в поле зрения попадала как раз не одна, а несколько квантовых точек. Но это были настолько узкие линии, насколько позволяло разрешение прибора. И, кроме того, это еще определяется температурой. Вот здесь показан такой интересный вариант формирования квантовых точек, когда сначала формируется нить кремниевая, а потом она окисляется таким образом, что на конце нити, в окружении как раз диоксида кремния, внутри остается ядро, которое отделяется от основания этой нити. Кремниевое ядро. И такие квантовые точки, кремниевые, их можно вырастить, в данном случае, достаточно большим шагом друг от друга и исследовать по отдельности, что и было сделано. И вы видите, что здесь ширина линии, она дана в миллиэлектронвольтах, и она стремится к какому-то пределу разрешения аппаратуры при уменьшении температуры. В пределе это отдельные уровни в квантовой точке, изолированные уровни, как в атомах. И их ширина будет бесконечно узкая. Вот работа 2005 года. Ну, в принципе, это характерно, да, это не только для кремния. В прошлый раз мы про это с вами уже говорили, что если мы имеем массив квантовых точек, то всегда есть небольшой разброс по их размерам. Небольшой разброс по размерам дает как раз разброс по энергиям. И этот разброс по энергиям обуславливает то, что спектр достаточно широкий. Вот если сравнить, здесь тоже в электронвольтах шкала, то полуширина спектра может достигать сотен миллиэлектронвольт. Сотен миллиэлектронвольт, а здесь на два порядка меньше. Единицы миллиэлектронвольт. Чем еще интересна система с кремниевыми квантовыми точками? Где ее пытались применять? Значит, вот серия работ одно время была популярная такая тема. Возбуждение ионов Эрбия. Возбуждение ионов Эрбия. Может быть, вы уже слышали, чем сталкивались, с чем интересны ионы Эрбия, где они применяются. Эрбия в волокну. На самом деле, вот все технологии телекоммуникационные, они строятся как раз на излучении в окне прозрачности в районе полтора микрометра. Именно на этой длине волны излучают ионы Эрбия. Поэтому Эрбевые лазеры, Эрбевые усилители, они очень активно используются для передачи сигналов по оптическому волокну. Но, как я говорю, идея исследований квантовых точек кремния состояла, прежде всего, в том, чтобы научиться делать с помощью них какие-то приборы, которые можно использовать. В частности, в тех же самых телекоммуникационных системах. Идея была какая предложена? Для того, чтобы эти ионы, они показаны, энергетический спектр здесь, в виде изолированных уровней, показан здесь справа. Для того, чтобы их возбудить, нам нужно подобрать длину волны в резонанс с одним из уровней этого иона. В принципе, это такой процесс, то есть процесс резонансный и требует обладания определенных условий. Если же мы поместим рядом с ионом нанокристалл, квантовую точку кремниевую, то можно не стремиться подбирать именно резонансные условия возбуждения. Можно возбудить квантовую точку квантом с произвольной энергией. И поскольку квантовая точка имеет набор уровней, можно ожидать, что один из этих уровней совпадет с уровнем в ионе и произойдет некая такая беззвучательная передача энергии возбуждения иона МРВ. И действительно это наблюдается в эксперименте. Здесь показан спектр люминесценции самих квантовых точек. 0,8 микрометров, но это соответствует где-то как раз 1,5-1,5 электронов вольт. 1,5 электронов вольта есть замечательный уровень у кремния 1,55 электронов вольт. Поэтому возбуждение в первую очередь будет происходить на этот уровень, ну или на более высокий по энергии. Оттуда будет ион будет переходить в основное состояние, в общем, такой стандартный процесс термализации, и высвечиваться уже на своем основном переходе 0,81 электронов вольта, это как раз 1,5, в районе 1,5 микром. Здесь показано, что это просто образец с кремниевыми квантовыми точками, а это образец с кремниевыми квантовыми точками в присутствии ионов Эрби. Причем, что интересно, люминеценция самих квантовых точек кремниевых пропадает в данном случае. Это как раз говорит о том, что вся энергия передается ион Эрби. Говорит о том, что процесс эффективен. Вот такая серия работ такая была. Интересная. Что еще надо, о чем еще стоит сказать, если мы говорим про кремниевые квантовые точки, это пористый кремний. Пористый кремний, в принципе, такой материал, с которого вообще начался интерес к наноразмерному кремнию, к низкоразмерному. Тогда он еще назывался микропористый. Потом уже стало понятно, что микропористый кремний может содержать именно кремниевые кристаллы, кремниевые квантовые точки. Но первое излучение от кремния в перекомнатной температуре наблюдалось именно для пористого кремния. Что такое пористый кремний? Кремний, в котором каким-то образом создаются упоры. Обычно это некий электрохимический процесс травления в кислоте. То есть берется просто подложка, обычная кристаллическая подложка, и опускается в кислоту. Кислота, анизотропно травится материал, если это электрохимический процесс. Если просто химический процесс, возможно, изотропное травление. И в зависимости от условий, в зависимости от тока травления, размер пор будет разный, ну и, соответственно, размер оставшихся вот таких вот долей, оставшихся частей, не вытравленных кремнием, тоже будет разный. И можно добиться формирования квантово-размерного такого варианта кремния, пористого, и наблюдать эффективную люминесценцию, или наблюдать вот сами по себе эти нанокристаллы, как здесь показано в просвечивающем микроскопе. То есть чуть позже будет слайд, где показано будет, как применяется это в медицине. берется такой же пористый кремния и просто измельчается в обычной мельнице, в шаровой мельнице, и на выходе получаем набор таких кристаллитов. Если говорить о слоях пористого кремния, то они могут применяться эффективно, как фотонные кристаллы. Фотонные кристаллы, наверное, вам известно такое понятие, что такое фотонные кристаллы. Здесь вот справа я так вкратце показал какие-то структуры с периодически меняющимся показателем преломления. Период должен быть сравним с длиной волны. Это могут быть одномерные, двумерные, трехмерные фотонные кристаллы. Ну и общее характерное свойство, что возникает некая запрещенная зона для фотонов. Собственно, поэтому они называются с фотонными кристаллами. А запрещенная зона для фотонов означает, что они эффективно отражают с эффективностью близко к единице определенные кванты света с определенной длинной волны. Здесь показан такой характерный спектр. В районе микрона здесь имеется максимум отражения. Как делаются такие фотонные кристаллы? Вот самый пористый кремний может травиться с разными, скажем, при разных условиях. Мы можем добиться слоистой структуры, где один слой будет вытравлен при одних условиях, следующий слой при других условиях. И дальше они будут чередоваться друг с другом. Разные условия травления, разное количество оставшегося кремния в этом слое даст разные показатели преломления. На самом деле очень достаточно простая технология получения фотонного кристалла. И одно время она была очень популярна. Здесь показаны как раз такие вот области травления круглые, полученные при разных параметрах. И они отражают разный свет и могут быть являться такими вот светофильтрами. Вот такие вот структуры типа фотонных кристаллов. Как я и обещал, применение в биологии. Вот на этом слайде показана достаточно такая недавняя статья. Кстати, вот на кафедре молекулярной электроники, общей физикой молекулярной электроники, которая сейчас называется уже по-другому, занимались долгое время этим полистым кременем и до сих пор продолжают заниматься. И вот эта статья как раз выпускница нашей кафедры. Как я и говорил, то есть можно взять подложку, протравить ее, сделать пористый слой, дальше его отделить от основной подложки и измельчить. И мы будем иметь такие вот квантовые точки, которые можно дальше с помощью центрифуги оттепарировать по размерам, выделить нужную фракцию по размерам, высушить и наполнить необходимым каким-то объектом, который можно потом применить где-то в биомедицине. Обычно это используют как маркеры, некие маркеры. Или маркеры, или адресная доставка лекарств. Значит, здесь два варианта. Значит, в данном случае статья называется Драг Корея, то есть здесь как раз речь идет об адресной доставка лекарств, но на самом деле это не единственный вариант. Зачастую такие вот квантовые точки нано-кристальчики используют для того, чтобы бороться с опухолями и всевозможными методами нагревания. То есть, точно так же, как в механизме передачи энергии, скажем, ионом Эрби, в данном случае, если поместить эти квантовые точки в районе какой-то опухоли, обычно на мышах это все делается, они могут эффективно поглощать энергию, скажем, ультразвуковую и нагревать ту область, где они сконцентрированы, эти квантовые точки. Если заставить каким-то образом их концентрироваться в районе опухоли, то можно воздействовать на опухоль. Такая вот сонная терапия. Или просто можно их освещать светом за счет того, что они эффективно люминицируют при комнатной температуре, они будут подсвечивать опухоли, показывать, что вот, ну как здесь пока знаете фотографии, накапливаются в определенных областях и делают эти области более контрастными на общих снимках. Вот. О таких похожих применениях мы еще с вами поговорим в дальнейшем. У нас будет отдельная лекция, посвященная именно применениям наноструктуры. Так, ну а сегодня я хотел бы закончить, просуммировав свойства, основные свойства именно кремниевых плантовых точек. Значит, наиболее такая характерная черта, да, это переход к вази-прямой запрещенной зоне. И за счет этого можно наблюдать излучение при комнатной температуре, и кремний в принципе переходит в разряд оптоэлектронных материалов. То, что раньше не было, раньше считалось, что он не перспективен с этой точки зрения. Вот. Ну и возможные применения, такие как активация люминесценции ионофербия или применение в биомедицине, и связано это не столько еще не только с уникальными свойствами именно кремниев квантовых точек, а еще и с тем, что они являются биосовместимыми и биодеградируемыми. То есть, со временем они просто разлагаются в организме без образования каких-то токсичных веществ. И все исследователи на это стараются упирать, собственно, потому что существующие методы борьбы с опухолями подразумевают введение достаточно агрессивных материалов и достаточно ядовитых для организма. Вот. Все. Тогда на этом мы сегодня заканчиваем. В следующий раз еще будет одна лекция по квантовым точкам и потом уже перейдем к теме квазичастиц. Спасибо. 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 за субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok